На прошлой неделе вакцинировать от COVID-19 в приоритетном порядке начали сотрудников и педагогов детских садов и школ. Многие работники Далгопилских учебных учреждений воспользовались этой возможностью, вакцинируясь как индивидуально, так и подавая коллективные заявки. Возможность как можно скорее вернуться к нормальному процессу обучения – одна из основных задач, которую на данный момент выдвигает как правительство, так и учебное учреждение. Поэтому сотрудники школ и детских садов были включены в приоритетную группу вакцинируемых. Как отметили в Далгопилском управлении образования, на момент, когда было принято это решение, многие уже успели подать заявку на портале manovaccina.lv и привиться, так как входят в одну из остальных приоритетных групп. В целом, интерес к вакцинированию среди представителей сферы образования довольно велик. С 12 апреля в индивидуальном порядке активно вакцинируются сотрудники дошкольных и специальных учебных учреждений, педагоги 1-6 классов, а также технические работники школ и детсадов, находящиеся в непосредственном контакте с детьми. На данный момент заявки на вакцинацию подало около 30% школьных педагогов. Дошкольные учебные учреждения проявляют немного меньшую активность. Тем не менее, и они регулярно подают данные о желающих вакцинироваться. В сотрудничестве с Центрами массовой вакцинации начато также коллективное вакцинирование, в том числе и на выезде в самих учебных учреждениях. На данный момент таким образом вакцинировано уже 375 сотрудников школ и дошкольных учебных учреждений. Еще 500 человек, подавших коллективные заявки, получат вакцину в ближайшее время. Я очень надеюсь на то, что мы этим сделали шаг, чтобы дети вернулись в школу. Это единственный способ, чтобы мы могли нормально вернуться к работе, потому что наш режим работы в интернете отнимает столько сил, столько здоровья. И я как руководитель и тоже как учитель вижу и прохожу через это. Поэтому это единственный способ, попытка вернуться к нормальной жизни. Я переболела ковидом в начале декабря, и для меня это сумасшедшие последствия. Когда из этого получится выкарабкаться и прийти в нормальную жизнь, я не знаю, но я бы не пожелала переболеть ковидом даже в раку. С 20 апреля как в индивидуальном, так и в коллективном порядке начнут вакцинировать и всех остальных, выразивших желания сотрудников учебных учреждений, которые во время исполнения трудовых обязанностей находятся в непосредственном контакте с детьми. Тем временем представители приоритетных групп и всех остальных, желающих вакцинироваться, продолжают принимать заявки на портале manovaccina.lv по телефону 8989 у семейных врачей и в центрах вакцинации. Обращаем внимание на то, что с 19 апреля портал manovaccina.lv работает в обновленном режиме. Теперь здесь можно не только записаться на вакцинирование. Помимо этого, люди из открытых приоритетных групп могут выбрать время и место проведения вакцинации. На данный момент обновленный сайт работает в тестовом режиме, но постепенно на нем будет открыт обширный календарь вакцинации различных учреждений. Возможность выбрать время и место вакцинации, подавая заявку по телефону 8989, будет со следующей недели, 26 апреля. Более подробную информацию о процессе вакцинации можно найти на сайте самоуправления daugupils.lv. Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга Даугупилской городской думы.